Здравствуйте! В эфире программа День республики в студии Айна Басхаева и в начале коротко о главном. На 61-м году не стало героя Калмыкии, заслуженного деятеля искусств республики Аркадия Манжиева. Глава региона выразил соболезнования его родным и близким. Период действия ограничительных мер продлен до 12 июня. Руководитель Роспотребнадзора прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в республике. И студенты КАЛМГУ имени Гордовикова и Листинского педколледжа имени Конукова прошли финал конкурса флагмана образования студенты президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Печальная весть на 61-м году жизни не стал Аркадий Наминоч Манжиева, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков. Это имя известно каждому. Герой Калмыкии, заслуженный деятель искусств республики, член Союза композиторов России, певец. Он всю жизнь посвятил искусству. Его творчество объединяло не только все регионы России, но и страны, и континенты. Он всегда продвигал музыку, как связующую нить между народами. Его произведения – это ода калмыцкому языку, воспевание красоты родной земли. Они вошли в Золотой фонд национальной культуры. Аркадий Манжиев – автор гимна Калмыкии. С ним ушла целая эпоха в истории нашей республики. Аркадий Наминоч был невероятно талантливым, ярким, сильным, открытым человеком, соболезную родным и близким для нашей республики. И лично для меня это невосполнимая потеря. Его имя навечно останется в памяти народа, поделился руководитель республики. Другим темам в Элисте состоялся мастер-класс по ММА, кикбоксингу и боевому самбо под руководством профессиональных бойцов. Юные спортсмены учатся в лучших, отметил глава Калмыкии Бату Хасиков в приветственной речи. Также он пожелал спортсменам и тренерам успешного проведения мастер-класса. «Ребята, верьте в себя, стремитесь, побеждайте, прославляйте Калмыкию и Россию», – добавил глава региона. Тренировку для более 100 юных спортсменов провели абсолютный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Fight Nights Владимир Минеев, заслуженный мастер спорта по тайскому боксу, экс-чемпион Fight Nights, боец UFC Армен Петросян и многократный чемпион мира Европы и России по кикбоксингу Зураб Фараян. С ними также занимались заслуженные тренеры России Расул Магомед Алиев и Махач Магомедов. После мастер-класса прошла встреча в формате «Диалог на равных», где ребята смогли напрямую пообщаться со звездами боевых искусств. Решением регионального оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Калмыкии продлен период действия ограничительных мер до 12 июня включительно. В республике сохраняется действие мер предосторожности в местах общего пользования, соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Мы видим международную обстановку, мы видим, что в европейской части нашего континента очередная волна еще продолжается, мы видим наших соседей по Юго-Восточной Азии, Китая, Северная Корея, что они тоже вступили. Поэтому по ожиданию и оценке различных экспертов, мы ожидаем подъема заболеваемости конец мая, начало июня. Это связано с сезонностью вируса, с условиями распространения и так далее. Поэтому в целях профилактики мы продлили это решение. 12 июня уже будет видно текущая эпидемиологическая ситуация и можно будет принять уже другое решение. Вакцинация – это единственный способ увеличить уровень коллективного иммунитета и снизить риск высокого роста заболеваемости, ожидаемой волны коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в Калмыкии проведено более 150 тысяч процедур. Из них первично вакцинированных – более 115 тысяч, повторно прошедших вакцинацию – более 38 тысяч человек, сообщает Министерство здравоохранения Калмыкии. В республике уровень коллективного иммунитета на данном этапе составляет всего 28 процентов. Это абсолютно низкий показатель в сравнении с началом года, когда такой показатель достигал порядка 70 процентов. Берегите себя и своих близких, предотвратите возможные негативные последствия, получите вакцину. Завершилось голосование среди жителей Листы за переименование одной из улиц столицы республики именем Героя Донбасса. Всего в голосовании приняли участие более 2000 элистинцев. 49 процентов отдали свои голоса за первого главу Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Я считаю Листа Захарченко боевым офицером. Это борец, это современный борец за свободу, за свою землю, за независимость. Дал самое дорогое, свою жизнь за свою землю, за восстановление справедливости на своей земле, за русский мир. Я считаю, что такие люди должны быть увековечены не только в Донецкой Луганской Республике, но и по всей России. Так как сегодня Россия выполняет специальную военную операцию, наши добровольцы сегодня защищают земли Донбасса, Луганской Народной Республики. И считаю правильным решением населения, руководства республики, о том, что одну из улиц в городе Листа нужно назвать именем Александра Захарченко. Общественность и власти Мариуполя решили назвать одну из улиц своего города именем нашего земляка, майора Андрея Кунакова, геройски погибшего при освобождении данного города. Мы поддерживаем решение жителей Мариуполя, поддерживаем Донецкую Народную Республику, поддерживаем Луганскую Народную Республику, нашего президента Владимира Владимировича Путина. И в качестве ответного шага решили назвать одну из улиц города и Листы имени Александра Захарченко. Почему Захарченко? Ну, так решили люди, проголосовавшие на сайте РИА Калмыкия. Память о наших земляках, о героях России, героях Республики Калмыкия будет увековечена. В Калмыкии продолжается онлайн-голосование в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, направленного на благоустройство общественных территорий. Не остались стороне и работники коммунальных предприятий. С помощью волонтеров сотрудники спецавтохозяйства также отдали свой голос в пользу объектов благоустройства города. По результатам голосования будут определены населенные пункты и дизайн-проекты, которые будут реализовываться в регионе в 2023 году. Голосование продлится до 30 мая на сайте 08.городсреда.ру с использованием платформы обратной связи госуслуги.решаемвместе, а также через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников. Хочу сказать о том, что я считаю, что это обязанность каждого гражданина города принять участие в этом голосовании и сделать наш город красивее, краше, чтобы он светился и был притяжением не только местного населения, но и туристов. Я проголосовал лично за территорию возле кинотеатра «Родина», потому что я считаю, что данная территория является местом притяжения населения, которую необходимо благоустроить и в дальнейшем, чтобы она служила не только нашему поколению, но и также нашим потомкам. Как работник спецатыха, каждый день делаем мониторинг нашего города, территории и считаем, что нужно вложить свой голос каждому человеку, чтобы наш город был краше и чище и наряднее. Каждый должен проголосовать для того, чтобы, где мы живем, чтобы было красиво, уютно. Для этого надо всем принять участие и голосовать. Все-таки мы живем в столице республики, у нас очень много гостей, чтобы приятно было ходить по городу и показывать все это и самим, и детям, чтобы наши прогуливались по чистому, светлому городу. Двое студентов из Калмыкии прошли финал конкурса «Флагмана образования студенты президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего было подано 26 955 заявок из 84 регионов. Среди них и наши земляки – студент КалмГУ имени Гордовикова Бадмада Вунов и студент Алистинского педагогического колледжа имени Канукова Николай Виверко. Молодые люди справились с дистанционным тестированием и успешно прошли в полуфинал конкурса. Для участников из ЮФО площадкой был определен Волгоградский государственный университет. Полуфинальные соревнования включали три блока, составленные в разных форматах и направленные на выявление профессиональных, личностных и лидерских качеств студентов. В течение трех дней конкурсанты прошли испытания «Кейс-турнир», приняли участие в проектном спринте «Школа будущего» и стратегической игре «Педагогический ориентир». Безумно рад тому, что есть возможность поделиться опытом здесь, перенять какой-то опыт, потому что здесь большое количество коллег из среднепрофессионального образования. Обсудили проблемы и опыт огромный. В первую очередь это развитие педагога. Эти встречи, эти конкурсы полезны тем, что это новые знакомства. Но для чего эти новые знакомства нужны? Для того, что это передача опыта, обмен опыта. Потому что в разных регионах, в разных случаях какая-то возникает общая, допустим, ситуация, которая стандартизирована. И тот или иной педагог смотрит со своей точки зрения. И, конечно, очень важно делиться опытом, потому что в решении ситуации педагог должен подходить педагогически. В Листе завершился второй межрегиональный форум молодежных избирательных комиссий «Молодежь. Выборы. Власть». На базе Калмгу имени Гордовикова прошел круглый столб на тему повышения электоральной активности и правовой культуры молодежи. Съезд объединил участников из разных регионов страны – Республики Мордовия, Волгоградской, Брянской, Орловской областей, Севастополя и других регионов. Главной задачей является формирование гражданственного, ответственного отношения к судьбе своего государства. И вот это и называется истинным патриотизмом. Мы наконец-то перешли от такой философии, знаете, показного патриотизма, который проявляется в каких-то таких символических акциях, но не затрагивающих сердца нашей молодежи, к реальной работе системной, методической, ежедневной, для того, чтобы каждый из молодых людей, вышедший из стен этого вуза, понимал ответственность за судьбу своей страны, понимал ответственность за судьбу своих детей, внуков, будущих поколений. И вот это, наверное, самое главное сегодня. Наш фонд просто старается внести свой очень скромный вклад как раз вот в эту работу, где мы заботимся о молодых избирателях, о тех, кто еще придет на избирательный участок, и также заботимся о тех поколениях, которым еще предстоит строить наше государство. Мы должны передать им самые лучшие наши традиции, самые лучшие знания. Кроме того, в рамках форума участники приняли участие в акции «Древо будущего» и внесли вклад в озеленение степной столицы. Они посадили деревья на территории седьмого корпуса Калм-ГУ. Сегодня мы организовали акцию «Древо памяти». Она направлена на увековечивание памяти наших предков, их ратных подвигов Великой Отечественной войны, и, конечно же, на преемственность поколений. Посадили плодовые деревья, надеемся, что они приживутся и будут свести на благо республики. Очень нравится быть у вас в гостях. Вы удивительные, добродушные, гостеприимные. И на нашем мероприятии, на этом большом форуме, межрегиональном, нам очень нравится, что мы можем и посидеть, и пообщаться, поделиться опытом, и в то же время оставить живой важный символ нашего общения сегодняшнего в виде вот этих деревьев, этой небольшой аллеи. Мне эта акция всегда нравится, потому что растения, природа – это наша жизнь. Мы живем на этой планете, и мы должны об этом заботиться. И высаживая, проводя такие акции, мы действительно делаем большой вклад в наше будущее. Активисты присоединились к акции «Капсула памяти». Участники взяли горсть калмыцкой земли и поместили в капсулу, которая отправится в Москву. Также они почтили память героев Калмыкии и возложили цветы к вечному огню. Накануне вылезти прошел праздник, приуроченный к Международному дню семей. Мама и папа вместе со своими детьми приняли участие в мастер-классах по робототехнике, оригами, изобразительному искусству, работали с войлоком, играли вальчики. Также прошла эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья». По словам организатора праздника, депутата народного хурала Ольги Бадмахалгаевой, такие состязания сплачивают родителей и детей, приобщают к совместным занятиям физкультуры и здоровому образу жизни. Каждому ребенку-участнику были вручены сладкие призы, а победители получили подарочные сертификаты. Российский Красный Крест отметил 155 лет со дня основания. В честь юбилея старейшей благотворительной организации России в Элисте состоялся легкоатлетический кросс «Марафон здоровья», в котором приняли участие все желающие. Спортивное мероприятие прошло на территории парка «Дружба». Открывая мероприятие, председатель регионального отделения Российского Красного Креста в Калмыкии Олег Пербиев пожелал всем удачи. В забеге среди девушек победу одержала Екатерина Фоменко, серебро у ее сестренки Ксении Фоменко. Бронзовая медаль досталась Нине Рвачевой. В мужском забеге золото досталось Дмитрию Пихтурову, второе место у Владимира Кравцова. Почетное третье место занял Олег Стасенко. В номинации «За волю к победе» победила самая юная участница – шестилетняя Альвина Агулова. Все призеры получили кубки и памятные подарки. В Калмыкии продлен прием заявок на конкурс «Отбор лучших региональных практик поддержки волонтерства регион Добрых дел» до 18 мая. По словам организаторов, цель мероприятия – создание условий для устойчивого развития добровольческих инициатив на территории Калмыкии. Заявки принимаются по направлениям школьное, студенческое, серебряное добровольчество, волонтерство трудоспособного населения. В конкурсе могут принимать участие некоммерческие и неправительственные организации, которые способствуют добровольчеству, а также государственные и муниципальные учреждения. Редактор субтитров А.Семкин